Итак, узнали все обещания звезд на день сегодняшний. Пора нам переехать в последующие дни сентября, а именно в 14-е число. Потому что как раз красноярцев в этот день предлагают отметить начало учебного года, но отметить, знаете, так по-научному, но и при этом познавательно и очень наглядно. Все подробности Технодея, так называется праздник, узнаем у наших гостей. Ирина Белай, сотрудник информационного центра по атомной энергии и организатор праздника, а также Евгений Бушмилев, тоже сотрудник информационного центра по атомной энергии. Все правильно? Да. По атомной. Настоящий. И тоже организатор праздника, ну и по совместительству главный инженер нашей сегодняшней беседы. Ну что, друзья, давайте в Кванториум, 14 сентября, Технодей. Что это будет? Это второй уже, кстати, Технодей. Евгений у нас главный по шестеренкам и всяким схемам. А я главный по наполнению, скажем так. Мы всех приглашаем в Кванториум. С трех часов наш праздник начнется. Будет очень много всего интересного. Первое. Это химические всевозможные опыты. Будет цианатипи. Это такой печать, способ печати фотографий. Будут слаймы, которые сейчас очень популярны у подростков. А мы не знаем, что это такое. Ну, в общем, грубо говоря, это такой полимер, если смешать из простого клей ПВА и какой-нибудь тетраборат натрия. Это все превращается либо в лизуна, либо в такую вот растягивающуюся штуку. Вот. Поскольку год химии у нас будет отдельной лекторией, мы будем проводить форматы научно-популярных ток-шоу. Это у нас так называется. Научные старошилки и язык Эйнштейна. Научные старошилки – это когда ученые травят свои научные байки, а потом рассказывают, что не все так. Что может, что реально, а что нет, да? Да, что реально, а что нет. Вот. Язык Эйнштейн – это такой прожектор Парис Хилтон по научному. Мы рассказываем, что там ученые понапридумывали, изобрели, что правда, а что нет, потому что тоже очень много и из разряда научных фейк-ньюз, так называемых. Вот. Ну и, собственно, каждая локация, отдельный кабинет к квантуриям – это отдельная локация. Там будут и научные игры, будут и в нано-квантуме, будут и 3D-пазлы, и всякие VR-штуковины прикольные. Главный вопрос – с какого возраста приходить? Да, для кого? Основная ваша аудитория? Десяти лет. И до? И до, там, 99-их. Ну да, должно быть полезно вспомнить с чем-то даже и познакомиться, как и мы сейчас это делали. Ребенки можно оставить. Сейчас будем делать. И будем делать, да. Ну а я думаю, всем тем, кто учится уже в средней школе, будет полезно, потому что это все будет наглядно. И они смогут опередить даже свои некоторые уроки физики и химии для того, чтобы блеснуть уже на занятиях, я думаю, какими-то определенными знаниями. Атомная как-то составляющая, кроме вашей энергии атомной, безусловно, будет присутствовать? Мы, как, приготовили очень интересные всякие именно визуальные локации. Там можно будет из кубиков собрать, отгадать, короче, специальные здания и из больших огромных кубиков собрать. С аматом, да? Там есть и тепловыводящая сборка, есть большой атомный красивый ледокол. Отдельная будет стикер-арт-локация. Там тоже пробовали пиксельные картинки, когда я собираюсь из стикеров. Вот мы тоже будем пробовать это делать. Там и ледоколы всевозможные. В общем, на самом деле, сфер применения энергии очень много. Вот, и Евгений сегодня как раз принес, чтобы наглядно посмотреть, что энергия бывает разная, и она везде встречается. Вот такой вот простецкий конструктор. Евгений, давайте расскажем о том, что, собственно, у нас на... Двух словах эти конструкторы мы используем, когда объясняем, как вообще работает энергия, преобразуется из одного вида в другой. Ну и, собственно, чтобы упростить процедуру, я уже собрал пару схем. Одна из них, соответственно, у нас преобразует электрическую энергию в механическую. Вот если вы нажмете на специальный ключик, то, соответственно, оно начнет вращаться. И даже если долго это сделать, тогда пропеллер, по идее, должен взлететь. Вот. Ну и, соответственно, если посмотреть на эту схему... Если посмотреть на лицо человека, который... Да-да-да, запал, такой счастливый человек. Да, не улетает, да? Видимо, здесь разряженный воздух просто. Соответственно, если присмотреться к этой схеме, можно увидеть, что цепь у нас должна быть замкнутой, что электричество должно идти от плюсы к минусу и так далее. Ну и, собственно, так как вы уже прослушали начальный курс физики, соответственно, я собрал вторую схему, которая, опять же, преобразует уже... У нас же нету батарея. ...из механической энергии, да, она преобразует в электрическую и дальше должна, по идее, преобразовывать снова в механическую. То есть я должен, по идее, крутить. Крутить вот эту... И это у нас также должен вентилятор работать, но он не работает. То есть вот механическая энергия, которую создает Андрей, вот должна быть преобразована в электрическую. Если вы думаете, что я, ну, типа, медленно кручу... Плохо крутишь, ты халяришь. Я даже сломал ради науки. Евгений, скажите, а вот давайте напомним всем нам, да, где этот принцип встречается. Мы вам задавали как раз такой вопрос и получили очень очевидный и наглядный ответ. Такой принцип встречается во всех электростанциях, в том числе, собственно, и атомных, и тепловых, гидро и прочее. То есть механика кручения турбины преобразуется в, соответственно, электрическую энергию, и дальше мы уже тратим ее на то, чтобы обдувать компьютер холодным воздухом, чтобы он не перегревался и так далее. А здесь... Да. Можно, можно, можно. А, я нашел ошибку. Почему? Почему не крутится, друзья? Вот Евгений нас подловил. Вот этот черный проводочек был закрепен немножечко не там. Ирина Леонидовна, если вы меня смотрите, это мой учитель по физике. Два года физмата не прошли зря. Я нашел ошибку. Цепь была неправильно построена. Сейчас должно все заработать. А-а-а! Эврика! Вот она радость от научных экспериментов. Даже лампочка горит. Лампочку крупную. Кажется, да-да-да. О, Андрей, ну все. Я не зря учился в физмате. Теперь Красноярск не погаснет никогда. Темное время. То есть ты думаешь, если там что-то случится с ГЭС, я буду сидеть вот так вот и крутить. Пусть товарищ, который будет, если что, спасать весь город от темноты. Ну и, конечно же, еще больше научных экспериментов. И, ну, в каком-то, наверное, все-таки мере, в какой-то мере открытия, потому что многое, что мы забываем со школьной скамьи, ждут вас 14 сентября на Технодей в Панториуме в 15.00. 15.00. Ну, в 18.00 это все будет длиться. Дубровинского 1.00 и для тех, кто не знает. Приходить заранее или прям вот ровно? Можно прийти с 3.00. Можно прийти с 4.00. Все равно площадки будут работать с 3.00 до 6.00. Можно вливаться. Вливаться, да-да-да. Да, то есть мы готовы всех принять в любое время, пока будет длиться наш чудесный праздник. Друзья, в общем, теперь, надеюсь, вы уже запланировали себе на 14 сентября поход на сие мероприятия. Это уже завтра. Да? Да, суббота. Это очень удобно. Научная такая суббота в Панториуме на Технодей. Слушайте. Может, перед футболом сходить, еще один вентилятор собрать. В общем, мы напоминаем, кто сегодня у нас был в гостях. Сотрудники информационного центра по атомной энергии и организаторы праздника Технодей в Панториуме Ирина Билай и Евгений Бушмелев. Ребят, спасибо вам большое, что рассказали, показали и окунули нас в школьную программу. Здорово. Веди дальше, я буду вентилятор крутить. Продолжение следует...